Речи Посполитой Россия, Екатерина II, естественно, взяла те земли, которые, как она писала в документах того времени, ждут бывшей православной территории, так она сказала. Ну и надо сказать, что Екатерина II, она, присоединив эти земли, сказала, стали ныне рушенными, ныне водят. Поэтому все, что было к державину, отправили копии всех тех грамот, которые польские короли давали, речи Витебску, и все это в Сенате хранилось. То есть и устав Великого княжества Литовского, вы прекрасно знаете, 1831 года практически на этих землях и существовало действовало. Ну, мы, может, политики так особо касаться не будем, будем касаться вопросов больше таких, как жили, чем занимались, какие были занятия у горожан. Потому что, ну, наверное, какая-то старая историческая школа только живут и думают, как революцию организовать. Да, но на самом деле, собственно говоря, люди живут своими заботами, своими хлопотами. Вот. Ну, после присоединения к Российской империи, знаете, что город отошел в 1772 году к Половскому наместничеству, да, по маленьким городишкам. В 1796 году центром белорусской губернии, которая существовала у нас до 1802 года. В 1802 году разделили белорусскую губернию на две, Могилевскую и Витебскую. И с 1802 года город Витеб становится губернским городом. Вот. А до 1856 года еще существовал такой генерал-губернаторство, которое объединяло три губернии. Смоленскую, Витебскую и Могилевскую губернии. Ну, так было принято, когда присоединялись вновь земли, чтобы законодательская база вот эта вся вошла тихонечко, аккуратненько. Поэтому организовывались генерал-губернаторство. В 1856 году необходимость таких территориальных объединений отпала, поэтому, собственно говоря, и не стала реформирована по генерал-губернаторству. Ну и вот, в принципе, с 1802 года Витебская губерния и существовала до практически 1924 года. Только находилась с 1724 года в составе РСФСР, поскольку территория была оккупирована Польшей, Германией. А с 1924 года уже, как по второму укрупнению БССР, бывшая Витебская губерния в составе БССР вошла, но уже как в качестве округа. Была Рашанский округ, Полоцкий и Витебский. Ну вот. Что же... Ну, Екатерина II, присоединив эти земли, она любила путешествовать и тоже решила пофутешествовать, посмотреть, что же она присоединила, как же это все выглядит. И вот она в 1780 году, в мае месяце, отправилась из Петербурга, отправилась в далекое путешествие. Но в Витебске она не заехала, она заехала в Полоцк. Почему? Ну, я так думаю, что, может, Полоцк больше привлек ее тем, что там более такие хитрые иезуиты оказались. Они тут же придумали эту историю про Дон Петра I, очень красиво это все построили. И Екатерина побывала в Полоцке, поиграла там в карты, посмотрела на Дон Петра I, который на самом деле не был. Потому что мы прекрасно знаем, что, согласно летописи, Петр I останавливался в Полоцком, Женском и Фразининском монастыре, время событий Северной войны. Ну, несмотря на то, что Екатерина к нам не доехала, тем не менее, граф Миних, который был назначен военным комендантом города Витебска, сюда приехал, посмотрел и сказал, что, к сожалению, конечно, тут православных храмов не было. Ну, это естественно было, да, потому что мы прекрасно знаем, что это здесь у нас в большей степени были униатские храмы. Вот, ну и, собственно говоря, городок-то выглядел не очень-то презентабельно в тот момент, потому что больше было построек деревянных. Сохранились такие интересные описания, я в свое время где-то их нашла. Вот, писалось о том, что, это вот 20-е годы, 19-го века, что будущая вокзальная улица выглядела довольно жалко. Переправлялись через двину на маленький деревянный мостик, который был очень такой хлипкий. Где Пушкинский садик, где у нас вот памятник Маширок стоит, Пушкинский садик, там находилось болото. А на месте здания будущего, будущей гимназии, вот это, где у нас большое здание находится, там находилась еще Замковая гора. На одной из репродукций графика такая есть у Супунова, да, там есть улица Замковая, и видно еще вот это срытая наполовину Замковая гора. Никифоровский тоже прекрасно описывает историю Замковой горы в городе Витебске, о том, что там это вокзал гора. Там любили прогуливаться, ставили скамейки, особенно летом, вот гуляли, прогуливались. Там можно было увидеть и последние французские моты, и услышать польскую речь, которая была более привычна для слуха в нашем городе Витебске. К сожалению, наш город Витебск очень понравился Ивану Ивановичу Ложечникову, который приехал уже в 50-е годы, приехал с 19 века, прибыл в наш город на должность вице-губернатора. И дом вице-губернатора находился там, где у нас лазурит, сейчас вот это здание, вот там находился дом вице-губернатора, за ним пожарная часть. А в 1881 году этот участок был передан окружному суду, и в 1883 году было построено здание окружного суда. Ложечников, будучи уроженцем Коломны, из России, из такой глубинной, прибыл в город и написал своему издателю Жизневскому из Витебска одно письмо, в котором писалось о том, какое на него впечатление очень ужасное производит город Витебск. Пишет, что Витебск по зданиям дреной городишко, весь город открыт деревянной черепицей, гондом, на главной улице есть домишки, которые очень ветхие, все присутственные места находятся в наемных домах. Ну, а его еще как писателя русского очень раздражал этот язык, в котором перемешаны были польские слова, белорусские слова. И вот этот Тросянка его очень по ушам била, и вот он тоже писал, как коверкают русский язык, невозможно просто. И, конечно, и фамилии его раздражали, потому что у нас и жук, и жаба, да, его это очень нервировало, вот, скажем так. Но, несмотря на это, Вожечников здесь начал писать свой очередной роман исторический. Вот, если у вас будет желание, то Суман, вот он начал здесь писать этот роман, можете почитать его, очень хороший язык, очень интересный писатель. И в Коломне находится, в современной Коломне его очень уважают и чтят, там его места сохранились родовые, потому что он там родился и там вырос. Вот, ну, был недолго у нас, он в октябре 1853 года приехал, а уже в июне 1854 года переведен на скобу назад. Вот. Ну, и в 1869 году почил, вот, оставил такое литературное наследство. Ну, мы прекрасно знаем, что у нас центральная такая улица, она была замковая, и замковая до сих пор сохранила одна из немногих улиц, которая сохранила свое прежнее название. Замковая улица, тут была торговая улица, у нас по конвеку была торговая улица, вот, здесь были и магазинчики небольшие. Ну, по-моему, Никифоровский писал, что в городе условно делили улицу на две части. Одна называлась Синцевая, где были магазинчики чуть подешевле, другая Бархатная, где магазинчики были чуть подороже. Ну, и когда-то я прочитала такую интересную историю, которая напоминает нам историю Христакова. В Витебских губернских ведомостях появилось сообщение о том, что по магазинчикам ходит гражданин, переодевшись в форму, форменные шинелки, и просит, чтобы платили ему налог некий. Потом оказалось, что это просто такой аферист, который, вот, вторил, собственно говоря, всю жизнь, все сюжеты берутся из жизни. Ну, и, как известно, у нас сформировался город, сформировался город для того, чтобы проще было как бы руководить этим городом, то, естественно, было выделено административные части. Ну, как сейчас у нас есть районы, а тогда просто первая, вторая, третья часть. Ну, наверное, знаете, да? Первая часть у нас начиналась, это взгорье бывшее, шло от Иезуитского мостика к площади Свободы, да, и вверх туда к Могилевскому базару, к Смоленскому базару, вернее. И вторая часть вот это к Могилевскому рынку, площади Победы, и третья часть вот у нас задвинья. Три такие административные части, но в народе их продолжали так и называть. Это взгорье называлось, часть, которая вверх шла. Ну, сама история взгорье, наверное, знаете или вам напомните? Напомните? Взгорье у нас еще упоминается, упоминается практически с 15 века, поскольку здесь у нас уже в 15 веке существовала Преображенская церковь, вот, которая упоминается и в грамотах, и сегизмом до третьего упоминается. Сейчас, в 1772 году, на месте этой Преображенской церкви была построена наша воскресенская рынковая церковь Смыков, да. И, наверное, знаете о том, что Смыков, это был главный собор, униадский собор, строился как униадский собор. И Смыки, вообще семейство Смыков было самыми главными фундаторами, туда никого не допускали, такие меценаты были крепятные. Они, даже такая была история, когда другие граждане хотели, горожане хотели подарить этой церкви колокола, Смыки тут же узнали, отцепили это место и не разрешили вешать колокола. На что униадские монахи хорошо сверху Суспенского собора, хорошо среагировали, они сразу эти колокола раз и себе забрали. Вот такие ходили истории. Ну а вообще, наша воскресенская рынковая церковь славилась тем, что там была чудотворная икона Божьей Матери. И в губернских ведомостях писалось о том, по-моему, если не ошибаюсь, где-то 1902-1903 год, что было зафиксировано врачами исцеление глазной болезни. Девочка с мамой ходила молилась с этой иконки и таким образом исцелилась. Ну, в Сгорье еще у нас, конечно же, это наша красивая Успенская церковь, в которой прекрасно много историй написано. Ну и наш, в Сгорье, что еще там, губернаторский дворец, да, знаменитый наш, который был построен исключительно для, как резиденция губернатора. Однако губернаторы там долго не селились, потому что предпочитали могилев. Вот, туда только Михельсон, первый Иван Иванович Михельсон селился, губернатор. И то, по чисто бытовым причинам, потому что Екатерина II подарила недалеко от Витерска имение, и он сюда поселился. Ну, Бибкин переулок, улица Купалы, Бибкин переулок был так назван, потому что семейство Бибков, тоже очень большое такое, лейтенантское, скажем так, подарило. Они участвовали активно в войне 1812 года, и вот так горожане решили отметить их деятельность Бибков. Ну, конечно, там еще и знаменитый наш яхт-клуб был чуть ниже, находился здание. В 1905 году оно было снесено, передано на лон просто-напросто. Ну, о яхт-клубе чуть попозже. Ну, там, хоть у нас Валерий Шишанов говорил, что немного не там был первый сеанс, первый кинематографический. Ну, будем считать, что там, потому что отельседу уже идет такая история, что в 1898 году первый киносеанс проходил в яхт-клубе. Вот, это наше узгорье. Ну, и пошли туда дальше. Вторая часть, это уже у нас пошла вторая часть, это улица Калинина, площадь Победы. Вот, это дом Могилевского рынка. И там вот Оршанское шоссе, конная почта стояла, и город, в принципе, заканчивался. Ну, вот, и там тоже в 19 веку было около ста усадик, но они были все большей части деревянные. А вот эта улица, район Доватора, это был присоединен, если не ошибаюсь, в 1898 году к Утаровщине. То есть, с польского языка, кутора там были. Туда никто не ходил, не гулял. Покуда Сулима Сулимо, которому принадлежала большая часть вот этого Утаровщины, не построил мостик вот этот балманский, который современный у нас. Вот мостик построили, на свои деньги построил этот мостик, и городская дума долго сомневалась, брать его на баланс или не брать. Покуда они решили, что возьмем на баланс городской, но с условием, что сам Сулимо Сулимо будет его ремонтировать. Вот такая была история. Вот с тех времен и туда, по этому мостику люди стали в эту часть города попадать. Ну, третья часть города Задвиной, ее в народе называли Россией Присмушки, да? Тоже знаете эту историю. Ну, там самое интересное, это была Иринская церковь, неподалеку от которой находилась Святопокровская церковь, которая была оставлена по ветхости, и на ее месте в 20 веке был установлен памятник из кирпича, с иконкой, с небольшим крестом. Вот, там были места для прогулок, тоже очень любили в том месте погулять. Ну, вот, небольшой был сад. Ну, вот это такие предместья. Ну, как, в общем-то, в большей части предместья, пригорды, они были деревянные в основном, потому что строить каменные здания в большей степени стали уже в конце 60-х годов 19 века. Потому что до этого момента, ну, больше такая деревянная шла застройка, а уже с этого момента уже как бы, ну, вот то, что мы с вами видим, вот эта эклектика, которая появилась, Тихон Васильевич Киваардин, это его деятельность, наш архитектор известный, который долгое время занимал должность городского архитектора. Вот, ну, может, поэтому и называли маленьким Парижем, потому что, как и Витебск, и Париж, это вот эта эклектика своеобразная, ну, может, это что-то такое похожее есть, вот. Потому что и в последующие годы, когда приезжали путешественники, они долгое время не могли понять, как, вроде как, российская империя, а дома, самые узкие улочки, брусчаткой уложенные, они немного не напоминают, были отличные тех городов российские, которые были привычны для путешественников. Ну, причем брусчатка, она была у нас в основном на центральных улицах, и была такая история, связанная с одним из губернаторов Витебских, который дал такое повеление, потому что на конца города были своеобразные ворота, столбы, на которых были установлены герб Витебска и герб Российской империи, и, проезжая через эти ворота, каждый приезжающий должен был везти с собой булыжники, несколько булыжников, и вот полицейский чин складывал эти булыжники, потом его, эти булыжники, использовали для того, чтобы укладывать центральные улицы, особенно Смолинскую, то есть того часть Ленина, которая в Смолинском рынке. Ну, и прогулки, гуляния, витебчане предпочитали отправляться в Сосоники, на Юрьеву горку, то есть там такой, это, как я называю его, наш булунский лес, потому что там, ну, правда, да, там же сложилась такая своеобразная природная, это же не искусственно насажено, это наш вот такой булунский лес, где сложилась такая заповедная зона, где находилось много интересных деревьев, и там действительно такая природа, которая не тронута была рукой человека, поэтому туда и предпочитали горожане выезжать, ну, с собачками, с едой, там, маевки проходили, гуляния проходили, вот, ну, и тоже знаете, что там и церквушка стояла красивая, вот сейчас в интернете. Раньше было, конечно, очень интересно собирать, потому что ты нашел, у тебя есть, а у кого-то нет, а сейчас мы его не трайкинговые, но мы его не любим, у него тоже есть, поэтому сейчас тоже можно увидеть эту церквушку, которую в былые времена, я помню, в Салтыковке фотографию к серии, или там мне с трудом большим, ну, что сделаешь, прогресс двигается вперед, вот. Ну, и еще такой был район города интересный, который назывался Разувайка, вот, и на карте 904 года можно увидеть, дело в том, что там находился трактир, почему он так назывался, потому что были трактиры, вот Разувайка, и тут вот стоял шлагбаум, потому что были так называемые чарочные откупы, то есть в городе, если продавать спиртное, то это стоило дороже, нужно было платить большой налог, а за городом, за чертой города, естественно, что такой чарочный откуп был гораздо дешевле, проще, поэтому чиновники говорили, пойдем пить дешевую водку, и отправлялись вот в Разувайку, и некоторые такие обновлевшие чиновники стояли, прямо перед шлагбаумом, можно купить этой водки, а тут уже нельзя, тут уже дороже она будет стоить, вот на глазах у полицейских выпивали эту дешевую водку, ну а потом, когда этот чарочный откуп был отменен, то уже и самая Разувайка, собственно говоря, ее необходимости отпала. Вот, ну что касается, какие были развлечения еще в городе, а, ну благоустройство еще, вот я хочу сказать про водопровод, потому что мы к водопроводу привыкли, однако водопровод у нас появился, начиная с 1892 года, такие есть очень интересные воспоминания Петра Митрофановича Трупникова, в Краевическом музее они хранятся, вот, и известно, что основной источник воды у нас была двина, да, и вот оттуда, вот он писал о том, что доставляли водовозы, деревянная бочка с широким четырехугольным отверстием, на верхней боковой стороне, с закрытой деревянной крышкой, обтянутой тряпкой, чтобы вода при движении не выплескалась, с небольшим круглым отверстием сзади. Водовоз при движении сидел прямо на переднем краю бочки, воду водовозы брали обычно из Двины или Витебы, они приезжали, выезжали прямо в реку на мелких местах, на многих фотографиях, кстати, видно, как они берут воду оттуда, а зимой к прорубям, вот, развозили воду по договоренности с жителями, по счету ведер. Ну и врачи говорили о том, что, конечно, такая вода очень вредная, очень опасная. Однако, когда появился Цехановецкий, вместе с единомышленниками решили организовать акционерное общество «Витебский водопровод». Ну и сразу же водовозы стали говорить о том, что вода из водопровода вредная, очень опасная. Ну и в пропуси, естественно, стал падать. В газетах писалось очень много нашими витебскими врачами о том, что нужно кипятить воду, что водопроводная вода будет гораздо-гораздо лучше. И только лишь, ну там долгая такая перипетия шла с чиновниками, искали спонсоров и так далее, и так далее. В конечном итоге, в январе 1895 года водопровод начал работать. Ну и витание у нас сохранилось на улице Суворова, в 1799 год на нем стоит дата. На Толстого Суворова, представляете, да, с франкозом? Да, треугольным. Там находилась еще в давние времена Веденская церковь, которая пришла в запустение, потом некая чиновница владела. Ну, в конечном итоге, в 1799 году, в год рождения Пушкина, у нас появилось вот это здание. И вот это здание стало конторой витебского водопровода. Оно у нас и сохранилось до сих пор. Ну и воду, конечно же, не ко всем вода подходила из дома, потому что было сложно ее до каждого дома довести в центре, только лишь была. Но устроили такую интересную историю, тот же Трубников пишет, что воду можно было купить в будочках специальных. Были установлены, вот он пишет, цитата из него, были установлены утепленные будки. Из будок на улицу выходили водопроводные краны для отпуска воды ведрами и деревянные корыта для водопой лошадей. Для этого покупатель стучал в окошко будки, из-под рамы выдвигалась дощечка, на которую клали деньги, а затем из-за того появилась вода, вот как в бензоколонке. Ну, и таким образом шла вот такая вот история, связанная с водой. Ну и кроме всего прочего, Витольд Феликсович Цехановецкий, ну, один из владельцев Пешенковичей, да, он еще и организовал у нас добровольное пожарное общество. Вот. Ну, водопровод, конечно, сыграл большую роль в благоустройстве города и фотографию, знаете, открытку, где и фонтан у нас появился, да, возле губернаторского дворца. Один из первых фонтанов в нашем городе был красивый. Вот так вот примерно выглядел наш город. Ну, а чем же занимались горожане? Ну, естественно, что было у нас целый ряд таких обществ, и культурных, и благотворительных обществ. Ну, вот нельзя, конечно, не упомянуть о деятельности у нас Витебского благородного собрания. Тоже в фондах Витебского краеведческого музея есть тоже интересная подборочка документов, связанных с Витебским благородным собранием. Возникло оно в 1802 году по инициативе губернатора Шишкина. Вот, и вот где у нас театр, наш национальный театр, там было запущенное полуразрушенное здание, и это здание решили отдать Витебскому дворянству. Александр Первый подписал в 1806 году специальный указ на утверждение благородного собрания Витебский и передачи Витебским дворянам этого здания. Здание ремонтировалось очень долго. В конечном итоге было, ну, тоже на открытках можно увидеть это здание. Вот, выходила вот сюда, ну, Коптиков и театральная практически, сюда выходила главным фасадом. Ну, для членов благородного собрания был специальный устав, правила, которые нужно было соблюдать. В состав благородного собрания входили все самые выдающиеся у нас персонажи нашего города. И Гбиндаль с сыном, и тоже Цехановецкий, и Реуты, которые приезжали. Вот так мы видим. То есть, очень активно тут есть портреты Рубцова, судьи, которые написаны были... Как этот художник? Господи. Ну, наш художник пейзаж рисовал. Ой, Натурмор, это как его? Хруцкий. Хруцкий, да, да, да. Выскочил. Сливас уже. Вот, Хруцкий. Тоже эти, можно его жены и самору, судьи. Они очень интересные, эти портреты. То есть, да, и даются еще, ну, видим, как они выглядели, одежда и все такое прочее. Но, кроме всего прочего, в благородном собрании не разрешалось спорить, не разрешалось ссориться. И каждый член благородного собрания специально подписывал, потому что ссориться, и ругаться в собрании не будет. Ну, какая еще была цель благородного собрания? Кроме того, что там и было читание, и бильярды, и все такое прочее, и газеты можно было почитать. Главная задача была все-таки благотворительная. Потому что проводились все время там балы, какие-то лотереи, и все это шло в счет неимущих людей. То есть, каждый балл, каждая лотерея, это все туда, туда шли в эти общества. Ну, и вот у нас еще был гражданский клуб, военные собрания, ну и яхт-клуб, который тоже очень интересная его история. Объединял любителей, в 1895 году, во-первых, был создан, объединял любителей вот таких прогулок по реке. Вот, и специальные призы были у них, специальные были брелочки. Вот, ну, и, кроме всего прочего, был еще свой флаг. Вот, ну, и опять же, тут надо сказать, что и яхт-клуб, председателем яхт-клуба был, конечно же, губернатор. Вот, опять же, надо сказать, что цель, собственно говоря, была связана с тем, что это филантропическое такое было общество. То есть, все равно шло на пожертвование. Ну, причем все эти жетончики и брелочки, все это исключительно на средства самих членов клуба. То есть, никаких государственных денег никто не дал. В 1902 году у нас появился кружок любителей шахматной игры, вот. Ну, и самое страшное, чего я боюсь, это велосипеды. Вот, велосипеды у нас появились, и в начале 20 века это очень популярный был вид транспорта у нас. И пользовалась очень большим таким любителей, очень много было. И в 1899 году даже было создано общество велосипедистов-любителей. Принимались все туда, кроме военные, почему-то не знаю, и профессиональные гологонщики. Правда, не знаю, где там в 1899 году профессиональные гологонщики, но их туда не брали. То есть, это все было для любителей. И на той же Юрьевой горке проводились соревнования. Причем соревнования такие были своеобразные. Не кто быстрее проедет, а кто медленнее проедет. Вот, тот и победил. То есть, каждому выдавался тоже подарок и жетоны. Серебряные были жетоны, ну, соответственно, за место. Ну, вот. Но самое главное, что и старт по тротуарам, и пешеходным дорожкам было запрещено. То есть, нельзя было сюда ездить. Но после произошла небольшая авария, и поэтому было все-таки уделено внимание, что безопасность была, сопридалась при проведении гонок велосипедных. А в 900 году был выделен небольшой участок Ковальской площади. Это район, по-моему, где это, Ковальская площадь. Это за Фрунзе, где-то там, в тех районах, где Людниково, Фрунзе, вот на том месте, для строительства велодрома. Ну, я не знаю, был ли он построен или нет, потому что я не нашла дальнейших воспоминаний про велодром. С начала Первой мировой войны все велосипеды были конфискованы в армию. Ну, в частности, курьеров каких-то использований на велосипедах. Было у нас такое любительское общество. Это общество конькобежцев. Тоже было создано в 1898 году. И проводились забеги, специальные соревнования. Ну, тоже все это жетоны, золотые, серебряные, брелоки. Все это за счет участников всех этих соревнований. Ну, вот это такой спорт у нас был. Ну, и, конечно же, Витебск с давних времен, конечно же, место, которое привлекает художников, поэтов, живописцев. И поэтому в городе было очень много самодеятельных художников, которые тоже должны были где-то собираться, делиться своими впечатлениями, организовывать выставки. Ну, тоже, знаете, прекрасно, что можно сказать, что Витебск – это родина фотографий. Сегизмонт Антонович Юрковский, наш известный фотограф, дом которого находился вот примерно возле Благовещенской церкви. Он потом был снесен. И на его месте вот есть такая открытка, где изображен банк. Кибардин его строил по проекту Кибардина. Дом Юрковского снесли и построили банк. Ну, у нас были и другие очень известные фотографы. Это Ибраа Цачкович, первый фотограф, самый первый, потому что он, ну, самый первый фотоатель я открыл. Вот. Маковский уже попозже, у нас известный тоже был фотограф, который после революции был приглашен в Витебский уголовный розыск и считался самым лучшим фотографом в Белоруссии, потом, впоследствии, по уголовному делу. То есть, благодаря его фотографиям удалось даже раскрыть несколько преступлений. Вот. Ну, и такой тоже анекдот, раз у нас такая камерная. У Маковского, он жил, где гостиница Бразиль, вот, и такую историю прочитала, значит, Маковский. И пришел домой, все, там покушали или не спать, все. А в этот момент, когда все уже, все уже домочадцы успокоились, из-под кровати выпал, выпал свой из, воришка. Вот. И, значит, пытался, значит, вытащить бумажник из пиджака Маковского. Ну, конечно, от шума проснулись домочадцы. Воришка выскочил в окно, и там уже очень много крыш, и по крыше, значит, убежал. Однако поранился, за ним бежали полицейские, поранился. Ну, догнать ему не удалось, этого воришку. В конечном итоге, на следующий день, сотрудник сыска, уголовного розыска, пошел осматривать, кто же из горожан, очень сильно пострадавший. Ну, примерно возраст, вот, оказался помощник аптекаря, который был арестован и задержан, и вот такую кражу у Маковского пытался совершить. Ну, вот, то есть, вот такие у нас были фотографы. Ну, фотографы, конечно же, благодаря им мы можем и увидеть лица тех горожан, которые у нас жили в тот момент. И, ну, а Юрковский – это вообще очень ценный источник информации. Вот. Ну, вот, особенно братцы отличился тем, что он устраивал не просто выставки, он еще и устраивал такие лекции. Читал, как вот фотографировать, искусство фотографий. Ну, выставки, к сожалению или к счастью, не знаю, были платными, но только учащимся была скидка 50%. Ну, и в 1901 году была выставка, на которой были представлены фотографии самих горожан. И они были интересны, эти фотографии, они были не только Витебс там был, но и фотографии с видами моря, то есть где кто-то путешествовал, вот свои впечатления уже тогда, в 1901 году, вот так можно было увидеть. Ну, и кроме всего прочего, на этой выставке были работы и художников. В частности, выставлялся Юрий Масеевич Пэн, Кривер, без которого, наверное, ни одна не проходила выставка, потому что и сам Кривер, и его сын настолько были такими, как это, активными художниками. И очень их критиковал известный художник Коровин, который говорил, что уже Кривера можно даже в керосиновой лавке купить. Ну, такой был очень популярный, раскрученный год. Ну, вот это очень такая была интересная выставка 1901 года, которая, ну, такой милар, хороший, интересный резонанс в прессе. Вот. Ну, и, конечно же, у нас были любители театрального искусства. Театр в тот момент это был антрепризный театр, то есть не было постоянной труппы, и поэтому приезжали, приглашали. Но благодаря тому, что у нас наше положение, местоположение Витебска такое между Петербургом и Москвой, поэтому иногда наши витебские любители искусства видели, вот в Петербурге прошел только что вот спектакль, и второй раз его показывали уже у нас в Витебске. Благо, что у нас было хорошее здание. Ну, там, где у нас сейчас филармония, тоже прекрасное здание было построено. Сначала было деревянное, естественно, а потом уже было построено каменное, красивое, каменное для этих театральных постановок. Вот, ну, вот я могу привести пример, что кто тут был у нас, кто у нас уступал. У нас уступали труппы известного заслуженного артиста императорского театра Константина Алексеевича Варламова, который сыграл свыше тысячи ролей, то есть можете представить, как это был популярный актер. Ну, и, наверное, больше всего любили у нас Веру Комиссаржевскую. Особенно потому, что Комиссаржевская она сама по себе актриса очень интересная. И витебские театралы видели Комиссаржевскую сначала как подэвильную актрису. Она молодая еще была, а затем она уже была, они видели ее в роли самой лучшей исполнительницы чеховского репертура. То есть Комиссаржевская это лучше Комиссаржевской, чеховский героин. Никто не играл и не играет, она может не будет играть. Вот. Ну, кто тут у нас еще был? Труппа Орленева была, которая гастролировала в Великобритании, Германии, США, Норвегии. Знаменитый Таиров у нас был, его смотрели в роли Дуржуана. Очень интересный был спектакль. И был еще тоже небольшой театр. Ну, конечно, еще тут Петипа и другие актеры интересные. Вот. И еще у нас вот здесь на Димитрово находился тоже антрепризный театр Тихонтовского. Ну, это было деревянное здание, оно только летом у нас использовалось. Это здание, конечно, не сохранилось у нас, к сожалению. Ну, и, конечно же, театр, это были общество любителей изящных искусств. Тоже в 1902 году было создано. Вот. И все, что было связано с искусством, все это общество пропагандировало. Ну, конечно, там большей части женщины были. Потому что, ну, такое меценатство, все такое красивое. Что-то музыка. Все это, вот, вообще сколько такое изящных искусств. Ну, музеи. Какие у нас были музеи? Музеи, конечно, тоже возникали. Ну, вот, конечно же, самое первое, это Полоцкий иезуитый музей организовывали. Наши витебские тоже небольшие тут, потому что это похоже на музей. Однако, такие уже формирования, которые можно назвать полноправными музеями, это, конечно же, был музей Витебского статистического комитета, который был организован в 1867 году по инициативе губернатора Тухарева. Церковно-археологическое древнехранилище в 1893 году находилось там, где у нас был собор Николаевский. Рядом архиерейский дом, там находился у нас на древнехранилище. Ну, и, конечно же, у нас были очень интересные коллекционеры. Ну, это Васлов Федорович. Васлов Петрович Федорович, присяжный, поверенный. Вот, который обладал очень интересной коллекцией. Он, прежде всего, так как он, будучи поляком по национальности, поэтому интересовало его больше польское население. Это традиция его, поэтому большая часть его коллекции была посвящена исключительно польскому населению. Все, что было связано с Польшей. Вот, и дом его находился там, где была основная его коллекция, находился перед зданием, современным зданием театра, после моста. То есть, да, выходил сюда. Вот, но, к сожалению, он и организовывал, и издание любителей польской литературы, зоколинств, и на такое издание выходило. Но, к сожалению, в 1907 году Васлов Петрович Федорович умер. Вот, ну, его коллекция долгое время лежала просто в ящиках, покуда не стали уже после революции ее разбирать. И как коллекция древнехранилища, и губернского статистического комитета, и коллекция Братовского, который привез во время Первой мировой войны в наш город, они все легли по слову нашего будущего областного хронического музея. Ну, конечно же, наверное, надо сказать, что были и общества, которые объединяли по профессии. Были такие общества врачей, созданные официальные, вот, и общества кружок-педагогов, общества коневодов, то есть тоже все было связано с, еще ипподром у нас был на плане 1904 года, и нужно было увидеть этот ипподром стандализатором, победителям вручались денежные призы и медали, общество витебских сельских хозяев было у нас такое, вот, и даже было специальное общество по имя-курению, вот, сельскохозяйственное общество, то есть вот это все, что было связано с такими профессиональными объединениями, вот, ну, и, конечно же, наши витебчане отличались и благотворительностью, потому что без этого момента, ну, собственно говоря, такие были отношения в обществе, то есть ни один храм у нас не строился на государственные деньги, буквально все храмы, это храмы, которые строились исключительно на пожертвования, ну, мало этого, что строились храмы на пожертвования, ну, у нас еще был приют, ну, сначала скажу о том, что вот у нас и приют для девочек на Смоленске, там вот и книжный магазин у нас вот на Ленина вверху, вот он, вот это место, где находился приют, который был организован женой губернатора Дьяковой в 1837 году, и эти девочки, которые находились в приюте, называли стрекозами, потому что у них такие были наряды, такие фатушки, вот, и напоминали крылышки стрекоза, ну, стрекозы называли, в основном из этого приюта девочки готовили их для жен-чиновников, и каждая девочка, выходя из приюта, ну, он же взрослая девушка, она получала еще некое, ну, кроме того же образование получало, но еще получала сервиз, что было тогда модно, популярно, серебряно, и 100 рублей денег, вот, таким образом поддерживалась вот благотворительность, ну, можно сказать, что еще при казенной, на казенное средство была открыта городская богательня, вот, здесь тоже были пожертвования, вот, ну, и был такой у нас гражданин, житель Иван Чайковский, который написал свое завещание и пожертвовал выплачивать свои деньги, вот, свое, ну, свои деньги, которые остались нажиты, во-первых, учредили стипендию, вот, во-вторых, на храмы вот шли, и на содержание сирот тоже, вот, и причем выплачивались вот этот номер Чайковский еще где-то в начале восемнадцатого века, а выплачивались эти деньги в площадь до революции, до семнадцатого года, до тысяча девятьсот семьсот, такая была честность, вот, ну, и, конечно же, наш известный Кузьма Давыдович Голимбиовский, музей Швырёва, да, знаете, партизанского движения, вот этот дом был куплен на средства, оставленные Кузьмой Голимбиовским, и по завещанию этот дом должен был предназначен для приюта престарелых, преднуждающихся чиновников, то есть вот туда можно было там находиться. Ну, еще интересная у нас такая персона жила, это Амалия Петровна Пестер, Храповицкая урожденная, она была супругой младшего брата Пестера, известного декабриста, вот, она жила там, где у нас Смоленский рынок, домики красненькие остались, да, вот в одном из этих домов жила Амалия Петровна Пестер, вот, и после того, когда она вдавила, в Петербурге оставила все и приехала назад на родину, вот, и писалось очень интересно о ней, что двери ее дома были открыты для каждого нуждающегося, она даже придумала такую, ну, как выманить деньги для нуждающихся, она проводила в своем доме карточную игру, вот, и когда кто-то выигрывал, она эти денежки забирала и говорила, что все это на содержание монастырей, церквей и школ, вот, но тоже она на свои средства содержала несколько мальчиков-сирот и в том числе и гимназистов, вот, ну, и, конечно же, храмы тоже участвовали в благотворительности, то есть на средства архиепископов витебских были устроены, устраивались столы для нищебрати, как это писалось, вот, то есть там можно было в 12 часов дня прийти, пообедать, получить щи, вот, несколько вот фунтов хлеба, вот, специальная посуда выдавалась, ну, и, конечно же, такой был сбор средств, как кружечный сбор, то есть при магазинах, ну, то, что сейчас примерно мы видим, да, только кружечка была запаяна, и цепочка держалась, чтобы ее никто не унес, и туда можно было пожертвовать все, что нужно. Там специальная комиссия ходила и собирала эти средства, ну, средства, конечно, собирались очень большие, есть такая история известна, что часть вот таких кружечных сборов пошла на строительство постоянно моста через 2 года строили, вот, то есть за вот эти пожертвования, то есть ничего, все очень часто было. И вот такие же кружечные сборы участвовали, ну, в кавычках, конечно, скажем, при строительстве памятника героям военной 1892 года. Тоже на пожертвование. Вы знаете прекрасно, что первая копеечка благотворительная была солдатом Левогорандского Нашибурского полка. Ну, положил свои там 3 копейки, потом уже начались денежки поступать. И в конце нужно сказать, что даже, кроме вот мы говорили о том, что и были благородные собрания, и любители искусства, и все такое прочее, ну, еще, конечно же, и было связано с тем, что нужно было охранять и природу. Поэтому в 1898 году в Витебске было создано такое общество любителей правильной охоты. То есть это была борьба с браконьерством, но также денежки шли на проведение исследований местной фауны, флоры и так далее. Но, опять же, это было закрытое, скажем так, общество. Туда можно было только лишь по рекомендации. И по инициативе Витебчан был открыт отдел российского общества благотворительства животных. Вот. Вот сейчас у нас следом только был принят закон, да, о том, что нужно против жестокого обращения с животным. Ну, вот оно уже в то время, в 900-м году, вот, полицейским чинам было обменено в обязанность оказывать содействие. В.ПУТИН. 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 В.ПУТИН.